ТОП 16 нейросетей для создания текста, чат GPT, его аналоги. И в этом видео, друзья мои, здравствуйте, мы разберем, какие существуют нейросети для написания текста, что могут нейросети, которые генерируют текст. Мы разберем 15 плюс 1 бонусный вариант нейросетей и сервисов, которые помогают создавать текст. И я покажу, какие из них ТОП бесплатные, которые вы можете использовать уже прямо здесь, сейчас. Так что поехали. И для начала мы разберем, что такое текстовые нейросети. Это фактически программа, куда ты вбиваешь в поисковую строчку какой-то свой запрос текстовый, в ответ она начинает тебе говорить что-то вразумительное и решать какие-то задачи. И самое интересное, в отличие от поисковой системы чат GPT, ну и вообще текстовые нейросети, они понимают ваш контекст. Вы можете попросить их переписать предыдущий запрос в виде, например, таблички, можете попросить даже нагенерировать какие-то картинки, но это только чат GPT пока. А тем не менее, работают они по принципу чата. Подробно о том, что такое чат GPT у меня есть отдельное видео, а здесь мы немножечко будем просто разбирать, какие существуют нейросети. Для многих людей они говорят, что ой, нейросети просто хайп, пробовал, ничего не изменилось. И они говорят, что это там 15 минут поигрался, на нас нейросети пока не повлияли, или там кошка может быть сделала даже лучше. Но это говорят только люди, которые не понимают, чем отличаются нейросети для генерации того же самого текста, какие работают, какие не работают, и они просто никогда не пользовались нормальными нейросетями. Это как если купить Lamborghini, поставить ее на ручную тормоз, включить первую коробку передач, не переключаться больше, говорить, да, слушайте, ваш Lamborghini ездит не быстрее, чем трамвай. Да потому что вы никогда и не ездили на этой Lamborghini. В общем, суть-то в том, что на самом деле эта штука работает, и сейчас мы разберем инструменты, которые работают. Ну, а вот пример того, как это работает. Про этот кейс вообще написали уже больше 15 СМИ. Это кейс нашей студентки Светланы Камерской. Сколько ты потратила времени на книжку? Реально. Часа 2, может, 2,5. Потому что все не нравилось. Первая не понравилась, вторая не понравилась, потом еще не понравилась, потом... Посмотри, 2,5 часа на написание книги, 4 часа на обложку, 2 часа на ридера. То есть Света первую свою книжку написала за 8 часов с нуля от начала до публикации, и в течение месяца она издала уже 13 книг. И этот путь, этот успех повторили уже несколько студентов на наших курсах. Собственно, это доказывает еще раз, что есть инструменты, которые позволяют быстрее делать ту работу, которая обычно делается долго. Так вот, для начала разберем, а какие существуют типы нейросетей, которые можно использовать. Первое — это оригинальные нейросети. В них я включил чат GPT, Cloud, Gemini от Google. Ну, в общем, те, которые имеют свой датасет, то есть свои алгоритмы и свой объем данных. Потом есть Телеграм-боты-посредники. Наверняка вы уже пользовались, может быть, бесплатными ботами, которые ты отправляешь, они там что-то тебе генерируют и выдают результат. И есть еще сервисы-агрегаторы, которые используют те же самые алгоритмы. То есть, фактически, и Телеграм-боты-посредники, и сервисы-агрегаторы, они обращаются к оригинальным нейросетям, таким как чат GPT, Cloud, Gemini, и спрашивают у них, те нейросети отвечают им в ответ, выдают ответ, и вот эти сервисы, они выдают вам, как будто бы это мы нейросети, а не они. Но самое главное, что нужно понимать, что если вы научились работать с оригинальными нейросетями, то тогда уже и со всеми остальными вы тоже научились работать. Ну и вот еще важное замечание, что если мы посмотрим, какие результаты выдают, например, боты нейросети, даже если мы попробуем, например, сравнить, написать нам таблицу, то мы видим, что чат GPT выдает реально таблицу сделанную, а бот, он не может этого выдать в силу того, что в Телеграме, например, даже нет такого синтаксиса, чтобы написать таблицу. И тем самым получается, что все посредники, все агрегаторы, чаще всего, они теряют часть информации, которые создаются оригинальными нейросетями. Поэтому я сделал табличку, вы можете остановить, заскринить эту табличку, потом изучить. Это сравнение GPT нейросетей, какие они между собой есть, и здесь я выделяю две, наверное, самые главные топовые нейросети на текущий момент, текстовые, которые, я бы сказал, что это номер один топ вот на текущий момент. Это Cloud AI и ChartGPT. Про чат GPT вы стопудово слышали, а про Cloud многие нет. Cloud, кстати, это бесплатная нейросеть. Еще у меня есть больше 20 бесплатных аналогов чата GPT. Ссылка по ним есть внизу под этим видео, ну или вот на экране QR-код. Давайте разберем, как вообще эволюционировали эти текстовые нейросети, и чем вообще они отличаются. Потому что, да, их кажется уже, ааа, много, ну и на самом деле они достаточно давно развиваются. Начиная с GPT версии 1 до GPT 4 уже прошло больше 5 лет. В чем разница, да, кто-то уже слышал, чат GPT 5 скоро выходит, да, уже чат GPT 4 и так далее. А разница лишь в следующем. Как эти модели решают те или иные задачи. Например, если вы чат GPT попросите написать путеводитель по Жанове, это вымышленная сторона, то он напишет и даже попросит вас, предложит вам прогуляться по главной площади Жанове и посмотреть на старинные часы. Он все это выдумывает, галлюцинирует. А если вы попросите то же самое чат GPT 4, то он скажет, что нет, сорян, такой стороны нет, я не буду тебе писать путеводитель. То есть у них есть какие-то базовые настройки, плюс еще мы видим, да, зелененький столбик, что чат GPT 4, он лучше в том, чтобы обучать, лучше в понимании технологий, в написании текстов, понимании и помнить историю, факты в математике, в науках, в том, как он рекомендует какие-то сервисы, в программировании и вообще в бизнес-советах. То есть везде чат GPT 4, он лучше, чем все предыдущие модели. Собственно, это и круто. И когда проводили исследования, как вообще, сколько баллов получает чат GPT на экзаменах в различные вузы, вот мы видим здесь, да, что по разным предметам, по разным вузам, что чат GPT 4, он намного лучше справляется с задачей по тому же самому, сдачей экзамена, чем чат GPT 3. И это нам еще раз, еще раз показывает, что, да, новая модель, она всегда лучше. А это значит, что? Что если вы используете боты-посредники, которые, или сервисы, которые используют предыдущую модель, чат GPT 3.5, то вы получаете просто урезанный функционал, и вам будет казаться, что, да ничего они не умеют, эти нейросети. Вот как это наглядно выглядит. Что, и я сейчас покажу прям чуть позже, какие конкретно сервисы, какую модель используют, чтобы вы уже знали, чем пользоваться. Но прежде нужно объяснить еще следующее, что вот есть школьная программа, это то, что мы изучали в школе просто для сравнения, да, вот эта вот ширина, это все знания человечества. Потом ваши экспертные знания, потому что вы как эксперт разбираетесь в чем-то очень глубоко, очень хорошо. Есть чат GPT 3.5, он знает определенный набор данных, чат GPT 4, он тоже знает что-то, но получше, чем чат GPT 3.5. И вот с помощью нейросети вы можете либо дообучить ее на своих экспертных знаниях, чтобы она выдавала, делала вашу работу, или выдавала ответы за вас, делала вашу работу быстрее, либо вы можете изучить благодаря нейросети смежные области, которые вам важны, но на которые просто требовалось больше времени. Ну и в результате получается следующее. Ты загружаешь в нейросеть, и пуф, все готово. Вот пример того, как, например, карточка товара делается за одну минуту с помощью нейросети. Мы видим, что мы копируем информацию здесь, после этого загружаем ее в файл, отправляем, и после этого отправляем промпт в чат GPT в клауд, и после этого этот клауд что делает? Он выдает нам готовую карточку товара на основании анализа предыдущих данных, которые мы туда загрузили. И тем самым мы получаем очень быстро крутой результат. Супер, обалденно, да, конечно. И если вам интересно, у нас есть отдельный мастер-класс про чат GPT с обзором всех функций, всех возможностей, вот этих вот нейросвязок, которые позволяют делать вот так. Но теперь переходим к популярным текстам нейросетям. Да, и если, кстати, вам нужно прямо на этот мастер-класс, ссылка будет внизу под этим видео. Поехали. Популярные текстовые нейросети. Номер один это, of course, чат GPT, который вы уже все слышали. Он сейчас обладает потрясающим функционалом, но в бесплатной версии он имеет только 3,5 GPT ядро. И это значит, что он будет выдавать вам, ну, очень такие посредственные ответы. Намного более продвинутой является Cloud AI, Anthropic Cloud. Я сейчас сразу переключусь на вот эту нейросеть и покажу вам ее. Да, то есть вот у нас есть Anthropic Cloud, и мы можем здесь его спросить. Тут же можно прикреплять файлы, он анализирует, и все это делается на базе модели чат GPT-4. И все это бесплатно в ограниченном количестве промптов, которые вы можете отправлять. Что касается чат GPT, вообще чат GPT, вот, то мы видим, что здесь бесплатная версия, это 3,5, а остальная платная, это будет четверочка. Следующая нейросеть, которая генерирует текст, и делает это очень хорошо, успешно, и догоняет всех остальных, это Google Bart, или он же Google Gemini. Хотя пока они еще разделяются, но я думаю, что в скором времени они сольются в едином безудержном бренде. Так вот, что он позволяет делать? Он точно так же позволяет писать тексты, создавать. Единственное, у него были раньше проблемы с переводом на русский язык, сейчас, по идее, должно быть все лучше. Gemini, это более продвинутая версия, которая по всем тестам, как говорится, превосходит чат GPT, но было недавно раскрыто, что там они чуть-чуть смухлевали на презентации, поэтому пока доверия к этому не очень много, но ждем, что будет дальше, потому что, скорее всего, они что-нибудь хорошенькое сделают. Но Google, они бесплатные, поэтому можно использовать. Следующий способ использовать тот же самый чат GPT в четвертой версии, но бесплатно, это использовать приложение от Microsoft, Copilot или Bing. Суть его в следующем, мы открываем сайт bing.com, вот он, и у него есть вот здесь вот этот значок, Copilot, который позволяет вам задавать какой-либо вопрос, подгружать туда картинки, и фактически это тот же самый чат GPT, но бесплатно, в определенных разумных пределах. Так что, welcome, используйте его, можно на английском, можно на русском. И тут есть, видите, еще настройки, более креативно, более сбалансировано, более, наверное, еще как-то так, previous slide. Вот, и можно даже выбрать, что именно вы хотите. То есть, Microsoft, они взяли, уже начали делать настройки. Теперь переходим на наши российские аналоги этих же самых нейросетей. Гигачат от Сбера. Пока я не скажу, что это успешный проект, потому что он фактически является аналогом, который чат от GPT 3.5. Но, возможно, кто из вас пользовался, напишите в комментариях, насколько вам понравилась эта нейросеть. Он, в принципе, бесплатный, поэтому можно его использовать. Следующий пример, который действительно, мне кажется, достойный и заслуживающего внимания, это Яндекс.GPT и нейросеть, которая запихнута в Алису. И суть-то ее в том, что она там может гораздо больше. Хотя тоже использует движок 3.5, но при этом они в Яндексе, ребята, пошли гораздо мудрее. И они просто встроили эту Яндекс.Алису и чат GPT в привычные функции Яндекса. Я отдельное видео запишу на эту тему. Вы можете найти его на канале про нейросеть от Яндекса. Но суть в том, что она может, первое, придумывать какие-либо базовые вещи, то есть что-то придумать. Второе, она может переводить достаточно хорошо, сносно. Она может делать summary, то есть это краткое содержание, конспект, и она может еще делать перевод видео. И вот как это можно использовать. Например, вы открываете видео и можете нажать краткий пересказ этого видео и двухчасовое видео прочитать, пролистать буквально за пару минут. Это, конечно же, экономит тонны времени. Вот, то же самое, если мы используем чат GPT или там Яндекс.GPT, мы можем скопировать этот краткий пересказ и попросить на основании этого краткого пересказа сделать нам статью для какого-нибудь нашего блога. Тем самым мы получаем, что в целом это достаточно хороший инструмент для того, чтобы применять его в работе. Ну и что еще действительно хорошо у Яндекса, это, например, синхронный перевод видео на русский язык, который позволяет вообще на любом языке смотреть видео и сразу же переводить, и все это делать с помощью нейронок, это просто, конечно, космос. Как это круто. Двигаемся дальше. Следующая нейросеть это Merlin.ai. Что она позволяет делать? В отличие от предыдущих сервисов Merlin.ai и следующая за ней Max.ai.me, это плюс-минус одинаковые вообще сервисы по функционалу. Суть-то в следующем. Они в вашем браузере в Google Chrome ставятся как надстройка. И дальше вы, когда работаете со страничкой, они позволяют вам, там появляется, выделяете текст, они позволяют, там, быстро взять и перевести этот текст. Потом смотрите на страничку, просите сделать summary, что там на сайте на этом написано, чтобы не читать все это. То есть они такие ассистенты, которые помогают вам быстрее работать в браузере. Они работают только в браузере. Они точно так же используют 3,5 и 4 версии чата GPT. То есть они не сами анализируют, а отправляют этот запрос в чат GPT и потом возвращают вам. Но в целом хорошие инструменты, я знаю, что достаточно многие люди их используют. Кстати, напишите, какой вы используете из нейросетей, которые я вам сейчас рассказываю. Следующий инструмент, вообще мой один из, скажу, прям достойных внимания. Notion AI. Они тоже используют API чата GPT. То есть они отправляют в чат GPT запросы и получают ответы. Но они тоже поступили с умом. Notion это платформа, похожая на заметки, но на самом деле гораздо глубже. Там есть и задачи, и таск трекер, и база данных. Ну, в общем, глубокая вообще сервис и платформа. И получается, там же можно, например, если у вас есть таблица, вы можете включить эту функцию и сказать, так, сделай, пожалуйста, summary по вот этой таблице. Сделай summary по этой задаче по карточке. То есть, например, у вас может быть там многокилометровая переписка по какому-нибудь проекту, а вы можете попросить вот через Notion сделать summary. И summary, то есть конспект того, что там происходит. И это, естественно, ускоряет работу. То есть ребята в Notion поступили с умом, они взяли и внедрили чат GPT в уже рабочий инструмент. За счет этого эта штука, конечно, работает. Помогает писать письма, помогает что-то переделывать или быстрее справляться с проектной работой. Следующая нейронка, она только на мобильном телефоне. Это суперчат. Не то, чтобы он прям супер-супер, но суперчат. Что в нем есть возможность, да? В нем есть возможность поговорить с разными известными людьми. Ну, как будто бы у вас есть действительно необходимость говорить с разными известными людьми, с Дональдом Трампом или с кем-то там еще. Но из хороших вещей, то, что эта нейросеть, она также использует чат GPT, но они используют это в таком виде, да, что ты можешь взять и использовать эту нейросеть, диалог как диалог с ассистентом. Ты можешь своему ассистенту давать поручение. И получается, это действительно выглядит как общение с виртуальным человеком. Ты вот с виртуальным ассистентом общаешься, прощаешь одно, другое, третье, записываешь аудиосообщение, он расшифровывает, пишет тебе в ответ текстом. И тем самым, во-первых, создается ощущение действительно качественного общения, раз, а во-вторых, это позволяет достаточно быстро какие-то задачи решать, потому что это приложение, в принципе, как и нейросеть, может выходить в интернет, загружать информацию и скидывать вам. И тоже нужно понимать, что пока оно может быть не там суперидеальное, не суперглубокое, потому что оригинальные нейросети, конечно, справляются с этим чуть лучше, чем вот это. Но, тем не менее, сервисы развиваются, и посмотрим, что будет дальше. Ну и самые горячие, самые крутые сервисы, которые я приготовил, оставил, как всегда, на конец, это kahesif.so. Посмотрите, что он может делать. Он буквально в один клик может написать абсолютно любой контент для маркетинга или для блога, для разных очень задач, там, курсовую, дипломную и так далее, работу он может это сделать. Как это делается? Вы вначале пишете заголовок, что вам нужно, указываете параметры, типа ключевые слова, цель этой статьи, то есть на какую ссылку нужно поставить, потом какой тон, стиль, голос, количество слов, и примеры ссылок, на которые нужно ориентироваться. И дальше нейросетка сама генерирует огромный объем текста, вот пам, вот так, в один клик, и готово. И просто сиди, загружай на свой блог и зарабатывай на это деньги. Kahesif в этом плане большие молодцы, очень удобный сервис они сделали. Все тоже на базе чата GPT. В WriteSonic они имеют свою внутреннюю нейросеть и работают примерно так же. То есть вы можете попросить написать конкретный текст, там задаются много достаточно хитрых параметров. То есть вот если говорить про копирайтеров или тех людей, кому важно, чтобы у вас были написаны очень качественные тексты, статьи и так далее, вот в WriteSonic это top of the top. Я бы вот эти две прям вам очень рекомендовал. И они проще в использовании, чем тот же самый чат GPT, к которому нужно еще подобрать вот этот ключ, понять, что там нужно его спросить, как сделать так, чтобы он мне нормально выдал. И самое главное, как сделать так, чтобы он мне выдал все за один раз, а не по частям по 10, 20, 30 частей. Двигаемся дальше. Предпоследний сервис, вот последний вас точно удивит, последние два. Этот предпредпоследний. Это онлайн GPT. Находится он на сайте study24.ai. И это тоже агрегатор, но в целом он удобный, потому что он уже может быть преднастроен для того, чтобы создавать книгу, создавать курсовую, создавать дипломную. И ребята сделали очень хороший по уму сервис. Точно такой же интерфейс, как у чата GPT. Единственное, что вы выбираете, что создавать. Так что вполне хорошее. Там также есть бесплатный лимит, но есть и платный, потому что, конечно, они платят тому же самому чату GPT за пользование своими сервисами, но и с вас тоже деньги будут брать. То есть тут понятно. Ну и вот это вот просто моя любимая штука. Она не совсем про тексты, но тексты она тоже генерирует. Это сервис, который создает презентации в один клик. Вот я отправил заголовок, я говорю, сделай мне 6 секретов успешных, высоких продаж через презентацию. И дальше, смотрите, эта штука, эта нейронка, она пишет тексты, она структурирует это все на слайде, делает это красиво, подбирает картинки и прям прописывает всю информацию в один клик. Тебе даже делать ничего не нужно. Это отлично для того, чтобы создавать какие-нибудь гайды, материалы, прям готовые для вашей онлайн-школы. Вот, ну может только последний слайд с контактами поменять, да и все. И все, это готово. Называется этот сервис gamma.app. Опять же, все сервисы названия я приведу внизу под видео. Ну и последний сервис, он, конечно, просто выносит мозг. Это называется chatfuel.ai. Принцип у него следующий. Он берет и превращает все то, что вы... Ну, в общем, он создает виртуального продавца. Да, то есть вы просто задаете информацию, что вам нужно, чтобы этот бот делал, обучал кого-нибудь, или он квалифицировал лидов, или он продавал, дожимал и так далее, автоматизировал диалоги. И после этого он просто берет и делает. Та-дам! Вы его говорите. Вот у меня такие-такие-такие продукты. Дальше сделай все сам. И все, он делает все сам. Вы можете подключить телеграм-бота. И, в общем, мозг взрывается. Что оказывается, а зачем тогда нужны продавцы, друзья мои? А зачем тогда нужны все остальные? Вот так что эта штука очень и очень крутая. И если вам нужно узнать, как вообще создавать запросы для чат-гпт, чтобы получать результаты в один клик, то welcome внизу у меня будет ссылка на три бесплатных видео, которые в этом помогут. Так что пользуйтесь. Ну и в завершении хочется сказать следующее, что когда мы вот посмотрели все это, в какой-то момент ты понимаешь, что о, вау, а они действительно могут сделать за меня очень большой объем работы. И по оценкам Всемирного экономического форума 85 миллионов рабочих мест сократят в результате действия нейросетей. И это плохо. Хорошая новость в том, что 97 миллионов рабочих мест появятся в результате действия нейросетей. И не нужно думать, что мы будто бурлаки на Волге, которые вот сейчас делают все вручную, а потом будут такие хозяева, которые с кнутом стоят и всех погоняют, потому что на самом деле смысл этой картины вовсе не в этом. А смысл этой картины был в том, что уже когда люди одни таскают вот эти вот баржи, есть и другие технологии, проходное судоходство, которое вот там уже где-то далеко, и эти просто не видят, идут в другую сторону. Так вот, и сейчас мы находимся как раз в такой ситуации, что появилась уже новая технология, которая быстрее позволяет создавать те вещи, которые раньше делали с тяжелым ручным трудом. И вы сами выбираете, где здесь быть, на какой части картины вам оставаться. Так что, друзья, с вами был Павел Лебедев. Поставьте лайк этому видео, если это было полезно. Подпишитесь на канал. Ну и до скорых встреч в следующих видео. Пока-пока!